Внимание! Данное видео содержит размышления автора. Автор делится своими мыслями, без попыток что-то доказать, а тем более, кого-то убедить в своей правоте. Автор оставляет за собой право ошибаться, а также менять со временем свою точку зрения. Приятного просмотра! Привет, ребята! Ну, короче говоря, немножко подшаманился звуком. Надеюсь, что сейчас будет намного лучше слышно. Вчера я получил тепловой удар, точнее позавчера. И вчера отлеживался, благо дело у меня было видосико, чтобы залить его. Ну, такое себе удовольствие, ощущение необычное. Поэтому сегодня я уже в рубашке, а не только в майке, потому что я даже не так перегрелся, видимо, как получил избыток ультрафиолета. Вероятнее всего, это, конечно, фигня возрастная, потому что раньше у меня такого не было. И я даже не знал, что вот так бывает. А как выяснять, бывает. И штука неприятная. Такое ощущение, как будто ты с бодуна, только ты не пил. Вот. И как бы, ну так тебе радость, если честно. Очень неприятно. Так, так, так. Поворотник я включаю, потому что он в прошлый раз здесь ехал, когда забыл включить поворотник. Было стыдно. Включил поворотник, не придется стоять на красной. Или придется, потому что там впереди кто-то поломался. И, походу, даже рогалик. Что-то не везет на поломанной рогалике в последнее время. И, возможно, не только рогалик. Так, еще кто-то стоит в интересном таком месте. Походу, они встретились. Просто стоят в разных местах. Но со второстепенки, походу, Лидия ехала. Но я не уверен, конечно. Не буду ни на кого наговаривать. О, еще один любитель кайфовать на велосипеде. Так, о чем сегодня хотелось бы поговорить? В общем, там такая затравочка. Пока на светофоре стоим. Вообще, почему мы выбираем мотоциклы? Вот недавно услышал такую тезис, офигенный. Просто, это зачем ребенку мотоцикл? И вот правильный ответ. Ой, ребенку мотоцикл, велосипед. Правильный ответ. Чтобы кататься. Чтобы кататься. И никаких вот этих, чтобы быстрее добираться домой. Чтобы было удобнее. Это все бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Добираться можно и на метро. Вот. Ехать можно и на машине. И действительно, все это было бы аргументы за. Но нет. Это все неправда. Это оправдание, которое мы сами себе придумаем. Потому что я же не могу себе сам честно сказать. Или когда у меня спрашивают. Зачем тебе мотоцикл? Говорю. Из-за чего мы из-за этого начинаем придумывать себе разные оправдания. Там типа так добираться быстрее, так удобней, так и мобильней. Но на самом деле, я думаю, все это трендеж. И вот этот детский пацанский. Мне нужен велосипед, чтобы кататься. Он распространяется и на мотоциклы. Единственное, что катаемся мы часто на работу с работы. Вот. Ну, есть такая проблемка. И, в общем-то, что еще? Ну, блин. И, соответственно, не особо имеем возможность лишний раз куда-то выехать. То, что дела и заботы никто не отменял. Но, несмотря на это, все-таки мотоцикл нужен, чтобы кататься. Он приносит радость. Реально. Ничто так не прощищает мозги, как, в общем-то, езда на мотоцикле. Ну, возможно, езда по ночному городу на машине тоже действует подобным образом. Конечно. Но на мотоцикле это все немножко по-другому. Потому что на мотоцикле ты чувствуешь обдувающий тебе ветер. Чувствуешь свою незащищенность какую-то. И это все равно другое. Мотоцикл опаснее, но он и кайфовый. Вот. Велосипед тоже кайфовый. Сегодня, кстати, как-то прохладненько. Я так боялся, что я опять перегрею, что оделся полегче. Но надо было одеться потеплее. Хотя еще не день и вечером. С кучей курток тоже было бы не очень камильфо. Чего опять застоялого? Наверное, опять впереди света нет. И мы будем пытаться победить все повороты. Прикрываясь железными телегами. Чтобы нашу маленькую лошадку никто не зацепил. Кстати, вот такой из личного опыта совет. Очень хорошая практика. Вот во всяких таких перекрестках, поворотах. Там, где по большому счету наибольшая опасность для мотоциклиста. Прикрываться автомобилями. То есть ты видишь, едет машина. И ты сбоку от нее становишься и прикрываешься их щитом. То есть ты маленький и прячься за кого-нибудь большого и страшного. Можно, конечно, понаглеть, похаметь. Это раз пройдет, два пройдет, три пройдет. А в какой-то момент ты встретишься с таким же бараном, как и сам. И, в общем-то, ничем хорошим это не закончится. Так. Там горит зеленый свет, но все стоят. Потому что что? Потому что голова потока начинает двигаться. И вот так, как, знаете, когда строй идет, и последний всегда догоняет. Вот здесь то же самое, когда ты идешь. Ох ты ж, е-мое, какие вы шумахеры. Вот вопрос просто к водителям. Ну, блядь. Ну, 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 вот что это за хрень? Ну да, ты стоишь не в той полосе. Ну да, тебе надо перестроиться. Включи поворотник. Найди окно и спокойно перестройся. А не вот это. Идет в потоке. Резкий поворотник. Мгновенный поворот в сторону. А потом вопрос. Почему ты мне в жопу приезжаешь? Ну, блин, потому что не успел среагировать на тебя, умника. Это же логично. Ну, вообще на расслабухе такой сегодня еду, потому что вчера так, как я уже сказал, было паршиво. Ощущения, кстати, не очень. Вот никому не советую. Так что, ребят, если тепло, то все-таки под палящим солнцем лучше так не раздеваться, как я. Если вы уже старенький. Потому что пока я был молодым и пока вот не испытывал старческих вот этих болячек всех, да, думал, что тоже все норм и вообще что с меня станется. Ну, а вчера понял, что ни хрена. Видимо, годы берут свое. Я сегодня даже в зал не пойду. Потому что, наверное, пойду завтра, так как... Давай, заходи в поток. Потому как просто-напросто вот чувствую, что после вчерашнего не готов еще. Силы надо восстановить. Потому что было реально как-то невесело. Такое чувство, вот знаете, по ощущениям напоминает похмелье. Только очень обидное похмелье. Потому что когда у тебя похмелье, ты помнишь, ох, я вчера нажрался, там все дела. А тут, блин, не пил же, зараза. А такое чувство, как будто выбил ящик водяр. Вот. Причем мешал и градус понижал. Я проскочу. Тут просто стоять очень долго. Вот. Я думаю, меня простят, что я на мигающей проезжаю. Ну просто, блин, стоять реально долго здесь. Такие все быстрые. Все куда-то спешат. Наверное, опаздывают. А я на работу пораньше выезжаю. Чтобы никуда не тормозить, иметь возможность пообщаться. И, соответственно, безопасно ехать. Потому что, честно сказать, мотоцикл позволяет проскочить там, где не может автомобиль. Это факт. И вроде бы, а зачем он нужен, если ты этим не пользуешься. Но, на самом деле, вот. Ну, зачем, если можно без этого? Иногда, да. Иногда это преимущество. А ты его используешь. Потому что, ну, блин. Я ж могу, в конце концов. И если бы автомобиль, например, который там ругается, что вот мотоцикл едет в междурядье. И имел такую же возможность по габаритам. Вот я уверен, что он тоже ехал бы в междурядье. И не надо мне тут рассказывать. Вы так не делаете, потому что не можете. А ругаете нас, потому что завидуете. Блин, надо вообще визор к чертовой матери снять и с собой возить на случай плохой погоды. Потому что я сейчас, вон, заисунул шлема чёще. И мне, в принципе, вот вообще хорошо без визора. Так. Ну да, как-то мы неспешно едем. Хотя меня, в целом, скорость устраивает. Моя крейсерская. То есть, идём 70. Хорошо, сзади едут мусора. Ра-ра-ра-ра-ра-ра. Тем более, вот вообще нихрена превышать не буду. Пусть охренеет. Займу всю полосу и не буду... Ох ты, а чё это у него поворачка? А, это у него аварийка. Вот. Не дам ему себя обогнать. Потому что я еду по ПДД. Если хочешь обогнать, то давай страдай. Хе-хе. Ну, а чё вы хотели? Ментов никто не любит. Потому что... Нет, ментов все любят. Полицейских мусоров не любят. А ментов любят? Тако ментов мало, а мусоров много. Если меня смотрят менты настоящие, то, ребят, вы классные. Ваша работа очень ценная. И, в общем-то, спасибо за то, что вы есть. Но вот мусора, которые за копейку удавятся и совести не имеют. Ни совести, ни чести. А просто скоты и их вообще, как бы, не жалко. И, увы, разобраться, кто едет в авто, мент или мусор, нет возможности. Но мусора встречаются чаще. Все-таки не выдержала его душа, по автобусу на обогнал. Дороги такие, что голос дрожащий. Такое чувство, что вот надо так... Под небом голубым Есть город золотой С неровными асфальтами Да. И вот так вот и ездить. Потому что, наверное, так все альбомы Гребенщиковые записаны. Потому что, да, голос дрожащий. Это из-за того, что она кочка. Задняя подвеска на круизере, она не такая, как на мотоцикле двойного назначения. Вот. И, соответственно, в принципе, оно все дает. Вначале толкает тебя в жопу и вибрация, она идет на голос. Вот так вот оно смешно звучит. Блин, блокбастер отсюда реально красиво выглядит. Я не знаю, видно вам. Ну, ну, как бы... Никогда не думал, что скажу, но реально эта вывеска, она такая, как какие-то сейчас. А вот в компьютерных играх... Как это правильно сказать? Так, блин, как же это правильно назвать? В компьютерных играх есть такая штука, как фон, я не помню, как он. Прорисовка объектов дальних или как. Ну, короче говоря, вот сейчас вот реально было такое же ощущение, как по наружке, как в игре. Заезжай, братан. Toyota RAV4. Хорошая машина у моего кореша такая. Я не знаю, насколько она в эксплуатации классная, но в салоне она реально прикольная. Багажник классный. Мне реально понравилось. Ну, как бы... Я небольшой спецплату. Но так приятно было. В салоне у нее она вот такая уютная. Психанул еще один. Пошел на обгон. На меня все устраивает. А я зануда. Да, тут, наверное, вообще все мотоциклисты, вообще, которые смотрят, сейчас плюются, говорят, нахрен тебе вообще мотоцикл, если ты вот так вот ездишь, купил бы себе мопед. Мопед не хочу. Ну, это, кстати, ответ, почему я в каске езжу, когда я не снимаю видосов. Потому что, как видите, вот с моими скоростными и с моей расслабухой, вот я сейчас еду 55 на самом деле, на спидометре 60, но там спидометр врет реально где-то 55 километров в час. И меня все устраивает. Вот. Что нельзя сказать о чудаке в автобусной полосе справа. Он поехал. Красненький. Его не устраивает. Ему надо быстрее. и он опаздывает. Так что... О! А кто это так звучит? Маджеста? Вон, Маджеста поехала. Ну, кстати, классная мопедка. Я не знаю, я когда-то, когда первый мотоцикл покупал, я думал вообще скутера брать. Ну, конечно, да. Вот. Вот обратите внимание, вот на мотоциклистах все гонят, а я пешехода пропустил, а хрен кто кроме меня его пропустил. Вот как бы. Зато мотоциклисты, да. Зато во всем виноваты мы. Ну, короче говоря, да. Насчет Маджесты. Маджесту рассматривал как вариант. Еще думал взять Хонду Форзу. Меня очень не листило. Это то ее, как она напичкана электроникой. Вот. Ну, это, конечно, было, когда я первый байк выбирал. И тогда у меня была такая мыслишка, что типа, ну, реально крутая точила. Тем более, на мопеде я уже умел ездить, а на мотоцикле так думаешь. Коробка передач. Это во-первых. Мало того, что у тебя коробка передач, тебе надо еще на скутере на тебя там грязь не летит лишний раз. Ветер не задувает куда не надо. А потом, когда уже на мотоцикле поездил, понял, что ну, после мотоцикла на скутер вот даже ни разу не хочется. По крайней мере, мне. Потому что коробка передач это кайф. Вот. Ну, и вообще все кайф, потому что мотоцикл как ни крути, а это вершина мотостроения. Скутера, они больше для... Блин, хотел сказать, для тихой, неспешной езды, так я сам езжу как пенсионер. Просто скутера, они чуть другие. Они тоже кайфовые. Но они больше все-таки вот так на работу съездить, на пляжах. Просто прогулка. Уже куда-то далеко, на нем вот не в кайф. Ух ты. Вот было бы прикольно сейчас не заметить и такой видосик запилить, не дай бог, конечно. Ой, да. Вот прямой я вот такой реально, не дай бог, потому что вот так едешь, говоришь, что-то, лялякаешь, там пристроился, а кого-то он жопу, грузовичку нюхаешь, типа и потом раз и у тебя перед мордой вырастает такая штука. Нехорошо. Я, кстати, сегодня вот думаю на пляжах заскочить после поездки нашей после работы так как надо оплодить пыл. Так, поворотник мы включили в этот раз. Тут, конечно, асфальтик такой. И вот здесь так интересно сделано, что можно случайно не туда завернуть и уехать на заправку. Я так один раз делал. Когда еще дорогу эту не знал, немножко не туда вывернул. Было как-то не очень прикольно, если честно, потому что, ну, блин, как-то круг давать, хоть и небольшой, это не страшно, а вот чувствовать себя идиотом это неприятно. Ну, тупанул тогда. Я думаю, вы мне простите. Так. Так-так-так-так-так-так-так-так. Вот Сашан, вот Сашан. Пешеходов пропускаем. Мотоциклы... А, мотоциклы осезлаем и авто не подрезаем. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Караван наслеет. БДСМ на авто. Самая уродская заправка в мире. БДСМ это единственная заправка, на которую заезжаешь, и мужики, которые заправляют, я не знаю, заправщик, наверное, называется. Вот. Они тебе сразу говорят, махрен, ты сюда приехал, не надо на тебе, как о бензин у нас, пожалей свой мотор. Но я на полном серьезе говорю, было такое. То есть, это вот не то, что я там что-то надумываю, а абсолютно серьезно приезжаешь, и тебя прямо там говорят, ты что, дурак, что ли, здесь заправляться? Но есть еще веселее, у нас есть мото заправки, это вообще я не знаю, люди, которые там заправляются, у вас, наверное, двигатели в подарок достался, и... Ну, правда, если движка уже мертвая, ты ее просто укатываешь перед там заменой, даже не перед капиталкой, а перед заменой, то почему бы нет? Заодно и всю топливную систему поменяешь. заправки не все одинаково полезны. Хотя, вроде как, должен быть контроль качества, все дела, но... И мне могут сказать, он есть, кто-то там даже ля-ля-ля. А на практике есть просто одна вещь, ты, когда знаешь свой мотор, ты реально заправишься в одном другом месте, и ты просто сам почувствуешь, где и как он себя ведет. Вот сейчас мы сюда впишемся аккуратненько. Ой, здесь такая дорога вся в ямках, поэтому прежде чем я закончу под небом голубым есть город золотой, на светофоре стали мы на этом у нас все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте писать свои комментарии, что вам понравилось, не понравилось и какие... О, приветите братан! И как вам звук? Лучше так или как было? Пока! Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор Редактор субтитров